ребят всем привет ну что настал настал тот день когда мы объявляем о начале розыгрыша то есть под сегодняшним видео можете писать свои комментарии участвую и так далее но не забывайте что вам нужно выполнить кое-какие все-таки задания то есть задание эти заключается вы должны быть подписаны поставить лайк и сделать репост в одной из социальных сетей которая вам доступна разыгрываем и сегодня вот такой вот ноутбук ноутбук samsung netbook samsung nc 10 плюс вполне себе приличный симпатичный и так далее и как бонус сегодня ребята еще один вот такой девайс это blu-ray player от фирмы той же samsung будет разыгран вместе вот с этим нетбуком то есть сегодня у нас вот такие призы пусть из вас победит сильнейший я желаю вам всем удачи и до следующего видео ну что ребят привет всем вы на канале house class у нас как всегда разбор находок находки есть и находок сегодня ну скажу что много вот тем более что есть кое-что интересное то что я даже сам не знаю что там вот а здесь вот смотрите блин заглянул контейнер с металлом а там вот такое вот богатство лежит короче ну посмотрел как бы на цвет попробовал какая-то мне попалась такая ложечка большая ложка которую я попробовал согнуть и она так легко мне поддалась вот а без очков ни хрена не видел что там стоит вижу что какой-то штемпель но не вижу что именно вот а вот сейчас вижу что это я думал это серебро забрал все пусть что там было да да вот но сейчас вижу что это не серебро а посеребрение 90 вот тоже 90 хотя хотя нужно еще разбираться что это там такое нужно все перебрать возможно там и серебро есть но даже если нет серебра просто это посеребрение то это тоже хорошо это скажу даже круче чем медь собирать потому что это продается довольно таки шустро быстро и задорого поэтому перебирать мы будем на другом канале на канале house platz life там мы будем делать обзор найденных монет всякого всякого шмурдяка и это тоже там переберем и посмотрим и да если вам интересна тема на ходу то хочу посоветовать вам канал элла австралия секонд-энд на канале рассказывается и показывается о том что можно увидеть а также при желании взять себе на улицах австралийских городов в тени когда проводится шпермюль богатые районы городов превращаются в настоящее поле чудес где можно найти от электроники до антиквариата сам с нетерпением что выхода каждого видео и смотрю с большим интересом и легкой белой завистью заходите на канал элла австралия подписывайтесь я уверен что вы не пожалеете если там серебро мне самому интересно сейчас мы сначала посмотрим то что вот просто я нашел и видно что это такое а потом у меня есть значит один ящик который я взял я даже не знаю что в нем лежит то есть там сверху видно конкретно сбоку нет сбоку что внутри так смотрите значит вот такой вот у нас тоже багаж 17 дюймовый windows 7 vision 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 amd blu-ray диск короче и так далее вот в принципе как бы он в комплекте весь что там болтыхается здесь видно что откручивалась поэтому надо проверить вот в общем будем проверять потом сейчас мы просто делаем обзор и что еще заметил здесь здесь клавиатура ушатанная эти кнопки а sdb не вот эти три кнопки они выскочили и они не держатся их вот так скотчем заклеить вообще по-любому клау здесь надо менять но если по у меня это надо ну я не знаю 20 30 евро вкладывать в общем посмотрим что с ним будет сначала вообще включить посмотреть работает ли что там ты есть и так далее вот там просто в рассыпную валялись вот такие вещи но я их под собирал вот что у нас здесь мы имеем значит у нас здесь ddr2 2 гигабайта потом у нас вот такая 1 гигабайт дальше еще одна 1 гигабайт еще одна 512 мегабайт так это тоже 1 гигабайт вот это один на эти две по 512 ну это тоже в общем такая игровых наверное компьютер в общем это интересно это интересно вот и смотрите вот такой аппарат нашел винтажный называется радио нортменде нортменде какой-то клубе hotter вот состояние здесь вот как кожа в кожи такой обшит в общем состояние его если его вычистить вымыть будет неплохое здесь конечно антенка у него нет антенка кстати еще и есть в общем его надо проверять смотреть я думаю что такой аппарат будет у коллекционеров немало стоить поэтому тоже проверим сейчас пока я уберем вот все еще такое подморшую немножко было поэтому желательно вообще не включать ну в общем вот такой вот такие вещи мне нравятся они продаются очень хорошо а вот теперь как раз таки будет коробочка которую я нашел за 3 тебя вот такая коробка вот я увидел что вот так в нем сюда вот вижу что что-то хорошее забрал ее всю не стал там перебирать и рыться короче вот что у нас здесь здесь у нас ноутбука такой ноутбук по моему уже такой слишком древний до пентиум 3 у него стоит sony wire поэтому не знаю с ноутбуком не знаю что делать наверное разобрать его блин на афинаш посмотрим тоже вот здесь у нас вот такой баймер был найден баймер бимер в общем про и проектор вот его мы тоже будем проверять потом но потом так как сейчас желательно не трогать его не включать потому что тоже мокренький тоже мы берем сторону а вот тут как раз сама вся мелочь пошла кстати вот он блок питания от sony вот это хорошо кстати даже если sony разберется за от sony блок питания всегда нужен потому что они очень часто попадаются блок питания к ним своеобразный и так вот у нас коробочка от blackberry смотрим что у нас здесь blackberry blackberry не присутствует хотя присутствует только вот такая вот кожаная сумочка всякая еще фигня от него окей дальше вот смотрите вот такая мышка в виде машины прикольная окей оставлю себе компьютер и проверять дальше я вижу уже хорошие вещи ребят вот смотрите контроллер контроллер но видно что поломаны вот эта штука поломана это целая вот это поломана но вот эти от playstation 4 контроллеры их можно даже в нерабочем состоянии продавать на запчасти то есть как вы видите здесь отсутствует и здесь но это не беда их просто нужно собирать там пять шесть штук и можно и продать неплохо дальше еще одна коробочка смотрим что не тоже нихрена одни бумажки плюс какой-то кабель бумажки будем перебирать я думаю что нет смысла кинам камеры ну короче здесь все к ним диски и далее всякая шняга канара свете так тоже убираем сторону ой я вижу тут такую вещь ребята вау мне аж блин я давайте сначала посмотрим это у нас вспышка я так понимаю сигма а дальше к этой вспышки я вижу такие вещички здесь просто зачетные давайте мы это вот смотрите вот это что у нас это у нас бленды от фотоаппарата а вот это что у нас это у нас фотоаппарат nikon охереть вот это бля бля ребят я не знаю рабочий или нет проверим объектив у нас на 200 так сейчас скажу как у нас здесь не нарисовано так 55 200 короче от 55 метров до 200 вот такой вот объектив то хренеть смотрите я блин себе недавно купил камеру sony я 500 рублей дал тут вот он блин вот он ладно проверим поставим пока сюда его смотрите там еще есть приколы ну так смотрим это канон у нас и вот он хоть еще один nikon и тоже блин такую же смотрите с дисплеем и вот он это правда старенький или нет но это зеркалка это просто дигитальный так ну все равно зачетно так дальше у нас от канона такая зарядка канона кстати у нас в наличии нету здесь у нас мфг 19 вольт по моему этот какого-то да скорее всего от ноутбука какого-то убираю еще кабеля вот он за зарядка от nikon а от какого правда не знаю nikon 8700 это наверно вот от этого никона ладно сейчас посмотрим то что зарядка есть это зачетно здесь у нас никлина вот она от сумочки где-то сумочка еще должно вот еще одна батарея зарядка до nikon и это у нас мх23 то есть до 2 зарядки 2 nikon и 2 зарядки ну хорошо а ну вот еще у нас что-то здесь смотрите упала и у нас еще одна от nikon вот такие на штукенции 1855 объектив не объектива как у давите так а здесь что закрывашка это помог туда идет да смотрите и вот такие два предохранителя это еще для чего не знаю разберемся короче ребят хочу вам заметить ящичек убойно смотрите вот это вот хотя я думаю что даже не все здесь наверное где-то что-то может быть еще и там по контейнеру растерялась вот так это было вот такая сумочка что я предлагаю сейчас знаете что сделать хочу эти никоны проверить мне вот прям ух вот поэтому я сейчас на секунду выключусь для вас на секунду нужно зарядить батарейки и попробовать их включить так что не выключайте будем сейчас проверять все и итак ребят ну что тут немножко так разобрал порядок навел немножко все лишнее убрал вот ну и пока заряжаются короче здесь два фотоаппарата полностью здесь зарядка здесь зарядка батареи к ним есть вот один более-менее современный другой уже скажем так не очень современный но мы сейчас их оба проверим посмотрим что это за аппараты вот но пока заряжается батарейка мне бы хотел исключить в этот sony так как он у нас в принципе не был мокрый там так далее можно его попробовать проверить и так вот мы его включим хоть он и уже скажем так старенький sony но все равно желательно включить я думаю вам тоже интересно работает ли этот старичок ну что лампочка у него светится вот здесь вот то есть не светится а моргает или мигает и пробую включать вот он что-то там подал звуки какие-то зацветилась лампочка ну вот ребят смотрите sony здесь засветилась может видели это и windows xp пожалуйста так у него я уже заметил у него здесь шарнирчик поломанный вот тут то есть если закрываете вот здесь видите шевелится все это значит шарнир оторванный вот ну а так все да даже стоит windows xp так что у нас пишут успел вот возможно даже загрузится ну понятно что этот компьютер теперь раз уж даже я вижу что здесь и шарнир поломаны то конечно он будет он пойдет на афинаш вот единственно что мы снимем посмотрим что там за жесткий диск стоит в общем на афинаш его разберем этот компьютер потому что потому что у него еще и посажены динамики слышите такой вот звук загрузки windows xp кто забыл сейчас вспомнил а кто не знает тот теперь знает вот так загружался windows xp да вот здесь оторван шарничек итак вот смотрите вот такая вот интересная картинка здесь вам видно папир корп интернет-эксплойер и какой-то амкап может здесь ни хрена нет но к удивление на рабочий ноутбук к всеобщему удивление но как я уже и сказал ребят мы мы по максимуму с таки все вытащим что можно на финанс забрать плюс блок питания останется нам вот вот я включаю хотел посмотреть что тут корзине находится он так долго ну видимо что он давно уже не работал долго грузится вот что мы еще здесь можем снять тут мне кажется еще можно батарею с ним вот смотрите как раньше делаешь вот такие ножки чтобы немножко под откосом так что там там написал ну чё покажешь мечу его сегодня нет да включает он ящик windows media player какой-то открылся тут да в этом корзине тут нихрена нет какой-то windows media player остался там и больше ничего а вот это что такое я не знаю окей ссори значит ссори посмотрим больше открывается давай опаля ты вещь ты вещь да не могу понять насколько здесь здесь 10 гигабайт и здесь что в общем хрен поймешь сколько тут гигабайт и жесткий диск я думаю что вообще мало вот но в общем ладно не будем его мучить мы об этом разберем да и все вот ну а сейчас не не знаю мне кажется батарейки уже должны зарядиться давайте начнем проверочку с вот этого маленького вот я вам о нем расскажу кое-что потому как я уже его немножко посмотрел и так смотрите мы включили вставили батарейку берегу кучить хорошо вы было хорошо вы узнаете а вот вот начинается офф вот так вот значит он включился сразу на меню меня выводит и так это буду регулировать это все как окей нажать окей как окей нажать окей quick quick где у нас quick здесь вот тут вот ну в общем дальше 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 окей сискальные шпаке карты короче он говорит что нету жесткого диска в общем рабочий аппаратик вот единственное что он ребят очень старенький скажем так в свое время общего возможно был крутой но смотрите вот я открываю здесь а тут должна вот такая аж карта быть смотрите аж вот такая карта огромная у меня такой даже нету даже нету и здесь другой карты не предусмотрено к сожалению когда-то у меня были такие карты но я их куда-то выкинул в общем не знаю что с этим хоть аппаратиком делать возможно его купят знаете как эти коллекционеры там вот именно как аппарат который как бы как раритет уже да то есть может быть и купят тем более что рабочий с батареей зарядкой возможно а вот теперь мы посмотрим вот и этот аппаратик и вот здесь мне уже более более я значит скажем так как по-немецки говорят гешпан вот я кстати эту бленду отдел сюда вот она вот так вот вот так вот одевается так одевается так снимается очень даже просто вот и батарея тоже на зарядку сейчас мы попробуем поставить опаля и здесь уже вот опаля смотрите вот это другое дело и вот так и вот так и и что а вот смотрите ребят вот вам и пожалуйста никон в общем для меня никон у меня никогда никона не было да здесь что что у нас а вот здесь у нас соединение usb там и все такое у меня был был раньше canon сейчас у меня вот этот вот sony который у меня сейчас на него съемка идет вот они к нам у меня никогда не было и я бы конечно хотел бы сначала поучиться им пользоваться так с этой флешки нету вот но ребята он рабочий смотрите смотрите так подождите сейчас это кайна карты англиштейт окей окей так ладно сейчас на карту у нас вполне хватает на поставил первый попал жизнь одна гигабайтовая так и так вот вот у нас тут у нас тут вот тут видно что у него скорее всего проблемки с объективчиком потому что что-то мутно 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 сейчас ну смотри буду показывать итак давайте это у нас auto стоит сейчас поменяем то есть мне кажется объектив у него поломаны ребят смотрите вроде как бы все срабатывает так автоматика мануэль если на мануэль поставим а знаете что это же у нас 50 и 200 миллиметров поэтому понятно что он не будет ничего так показывать так как его снимать он не будет ничего сфотографировать и показывать нормально с нормальным как бы фокусом потому что от 50 до 200 миллиметров а у нас ведь тут был еще нормальный вот такой да давайте мы его попробуем что поставить с ним что-нибудь попробуем увидеть ну даже то что ребят даже если эти два объектива сломаны а сам фотоаппарат рабочий то это уже супер и так что мы имеем опять я показывать какие-то блин тебе к бельда давайте сразу на автомат поставим птички но где картинка ребятки где картинка necesitка срабатывает все работает все четко только вот и И сейчас мы поставим вот на такую, на тинь-тинь-тинь-тинь-тинь-тинь. Вот. И теперь вот момент истины, смотрите. Да, он ловит, он ловит. Он ловит фокус, вот он. Так, и запрещал. Что он скажет нам сейчас? Ага, это он сфотографировал. Окей. Посмотрим, что за фигня. В общем, смотрите, ребят. Так, ладно. Еще раз. Сейчас возьмем вот эту коробочку BlackBerry. Что здесь помельче есть? Вот так. Будем фокус ловить. Так, так. Надо вот так будет делать. Ну, как бы, фоткает. Сцены. Тинь-тинь-тинь. Ауто. Да, роман-то вот сайт. Ну, я окей. Она не выстроена. Дальше что, блин? Отстаньте. Ну, да. Все, он делает фотки. Он прикольные фотки делает. Да. Ребята, я его протестую хорошенечко. Сейчас вот поставлю батарею на зарядку. Я его протестую очень хорошо. Его нужно полностью проверить. Причем оба объективчика вытереть все. И, значит, потом будет видно. Вот. Ну, мне находка прям очень нравится. Зачетная вообще по полной. Вот. Nikon. Nikon. Nikon, кстати, модель. Nikon D5000. Чтобы вы знали. Ладно, ребят. Вот. Вот такие у нас сегодня находки. А что? Какие у вас есть по этому поводу мысли? Пишите комментарии. Подписывайтесь. Ставьте лайки. И до следующего видео. Всем удачи. Субтитры сделал DimaTorzok